ДИКИЙ ВЗГЛЯД Под спайсом наркоманы выбрасываются из окон, убивают других и умирают сами. Эти пациенты пугают даже видавших виды врачей. Те пациенты, которые поступают сейчас, употребляющие спайс, они отличаются от наркоманов, которые поступали раньше. По сравнению с ними героиновые наркоманы кажутся безобидными шалунами. Синтетический наркотик в первую очередь разрушает психику человека в рекордные сроки. Люди, которые, казалось бы, употребляют недолго, но последствия употребления этих наркотиков, они намного более выражены. То есть меняется мышление, снижается память, внимание. Это означает, для спайсовых наркоманов нет ничего святого. Ни друзей, ни родных. Им плевать даже на собственных детей. Есть только одна ценность – вожделенная смесь. Родители, близкие, родственники вообще все отошли на второй план. Первый план у меня был встать, проснуться, даже не есть, даже не есть, употребить, выйти на улице. Синтетический наркотик превращает человека в зомби, который способен думать только о дозе. Михаилу 21 год. 7 лет своей жизни он употребляет наркотики. Спайс едва не довел его до смерти. Время было такое, что люди умирали. Все равно меня это не останавливало. Истории таких наркоманов похожи, как ксерокопии. Начал с марихуаны, так, из любопытства, за компанию. Потом попробовал героин, кокаин, амфетамин. Последним в поиске острых ощущений становился спайс. И магазины, которые все были легальны на каждом углу, на каждом районе, в каждом доме. Вот, я тогда попробовал этот спайс впервые. Это было вообще, я бы мне показал, что вот он, я нашел свое. Суперский спайс бросил Вячеслава в яму, из которой ему придется карабкаться еще долго. Работу потерял, любимая ушла. Друзья отвернулись. Находиться рядом с парнем стало опасно. Зависимость очень сильная от этого наркотика. Очень сильная и психическая, и физическая. Не контролируешь свои действия вообще полностью. Победить спайс пытаются уже 6 лет. Магазины на каждом углу закрыли. Полиция ищет тех, кто продает наркотик в интернете. Беда в том, что спайс постоянно мутирует. На запрет очередной версии требуется масса документов и времени. А чтобы изготовить новый наркотик, достаточно лишь немного изменить его формулу. В год подпольные химики изобретают до 15 видов психоактивных веществ. Если в 2010 году нами было изъято порядка 4 килограмм синтетики, то за 9 месяцев этого года цифра выросла до 64 килограмм. То есть проблема действительно актуальна. Если сравнивать с тем же героином, которого изъят в этом году порядка 8,5 килограмм, то сами можете посудить о масштабах. Традиционные наркотики уже не в моде. Медленные опиаты и каннабиноиды уходят в прошлое. На смену им приходит быстрая синтетика. Спайс – это искусственная марихуана. Фактически трава, опрысканная синтетическим веществом. Другого наркотика в персонале практически нет. Это самый дешевый, самый доступный наркотик, который сейчас средний возраст, где-то от 16 до 25 лет. Вадим Дайнека – сам бывший наркоман, работает в организации «Здоровый город». Все ее сотрудники в прошлом употребляли наркотики. Это Гурам, 18 лет зависимости. 2 ноября ему исполнится 40. Дезаморфин приковал его к постели на два года, лишил голоса. На память осталось клюка и сипота. Мне не хотелось ни жить вообще, мне не хотелось ничего вообще делать. Мне ничего в жизни не радовало. Да сейчас мне вернулось, ну вообще смысл жизни появился реально. Я спасал людей, раньше кайфовал от наркотиков, да. Сейчас я кайфую от того, что я помогаю людям. Волонтеры, которые сами полгода назад умирали, теперь пытаются вытащить со дна других запутавшихся молодых людей. Разбудить в безумных зомби жажду к жизни, нормальной жизни. Своим примером рассказываю о том, что я чувствовала, что я пережила, и то, что сейчас со мной происходит, только своим примером. Потому что человек, не прошедший через эту проблему, он не поймет состояние человека, находящегося в зависимости. Когда-то Лену в полубессознательном состоянии на улице нашли такие же, как она сейчас, волонтеры. Ей 28. Глядя на эту цветущую барышню, сложно представить, что она 10 лет нюхала, кололась и курила. Меня уже не хотели дома видеть, меня гнали из дома. И уже даже желали где-то смерти, чтобы скорее я ушла, и чтобы больше не возвращалась. Но сейчас все восстановлено, мы созваниваемся с мамой, мы говорим друг другу, как мы любим друг друга. Все хорошо. Об этом она тоже рассказывает своим подопечным, наркоманам и алкоголикам. Краснодарские волонтеры – это бывшие зависимые из разных городов страны, которые сами захотели избавиться от губительного пристрастия. Все они прошли реабилитацию и сейчас продолжают жить в столице края. Вот одна из съемных квартир волонтеров. Живут все вместе, одной семьей. Утро начинается с планерки. Каждый получает задание и отправляется к своему подопечному или подопечной. Сначала просто поговорить. Поговорить с ней просто сначала за жизнь, узнаем, как у нее дела там, ну подружись в общем, да, с ней. Потому что, насколько я знаю, она находится в ужасном состоянии, и ей, как правило, сейчас сразу давить и приглашать не надо. А после волонтеры предлагают навсегда освободиться от зависимости. Главное, чтобы наркоман сам захотел стать здоровым. Рассказываем, что можно поехать на реабилитацию и там освободиться от того, в чем находились мы, от той жизни, поменять ее просто, грубо говоря, развернуть на 180 градусов. Жизнь своих близких наркоманы тоже превращают в кошмар. Вот штанга, вот этот гантель, они попросили подарить на день рождения. То есть нормальной жизнью жили, да. Двое сыновей Светланы Груздевой были ее надеждой и опорой. Рослые, сильные мужчины радовали мать своими успехами. Солдат-срочников хвалили начальники и одаривали за усердие грамотами. Но из армии сыновья вернулись другими, с измененным сознанием. В конце концов, они перешли на спайс. Человек не спит сутки, двое, трое. Это во-первых. Во-вторых, галлюцинации. Его окружаются, хотят убить. Сыновья постоянно запирали дом на все замки и прятались от кого-то невидимого. Перестали есть, стремительно худели, усыхали на глазах. Светлана тоже потеряла аппетит. Питалась только кофе. К припадкам сыновей прибавилось воровство. Все ценные вещи Светлана стала запирать в своей комнате. Выломали стекло, разбили для того, чтобы залезть в комнату и вытащить ценное. Может, думали, деньги. Стрессы сделали Светлану нервной. Но угрозы истерики на сыновей не действовали. Когда младший сын во время приступа не узнал ее, Светлана поняла, нужно срочно что-то делать. Пришла с работы, и вот именно что он меня не узнал. Я хотела его поднять. Он же лежал, я хотела его поднять. Конечно, я перепугалась страшно. И он схватил меня за руку, да, вот тогда он меня не узнал. Меня схватил, впился в меня вот сюда. Светлана прошерстила интернет и нашла информацию о реабилитационных центрах. Один звонок, и в дом стали приходить волонтеры здорового города. Старший сын сдался через две недели. Младшему понадобился месяц, чтобы осознать, ему нужна помощь. Родственникам наркоманов Светлана советует пойти на курсы созависимости. Там научат, как быть. Надо их лишить зоны комфортности. То есть, как обычно, они теряют работу. Они живут за счет родителей, правильно? Там то где-то украдет, где-то выпросит, где-то соврет, что-то возьмет, что-то кредит. Сейчас Светлана ждет своих детей из центра, надеется, что они вернутся здоровыми. И кошмар станет просто ужасным воспоминанием. Забыть о наркотиках хотят и эти молодые люди. В краевом наркодиспансере они учатся жить заново. Я просыпаюсь, я благодарю Богу за то, что я живой вообще. Есть выход из этого положения. Но предоставьте просто время. Жизнь – это круто, это лучше, чем употребление наркотиков. Здесь лечат пациентов и таблетками. Но все же главное – это избавить их от психологической зависимости. И укрепить желание стать здоровыми людьми. Мы приглашаем их на мотивационное интервью, где беседуем, выявляем, какова мотивация на дальнейшее выздоровление. Если она недостаточная, то проводится индивидуальная работа, чтобы повысить мотивацию человека на дальнейшее выздоровление и воздержание от употребления каких-либо наркотиков. Многие на пути к выздоровлению приходят к Богу и уверяют – именно вера помогла им вылезти из наркотического болота. Об этом говорит практически каждый – лечащийся или бывший наркоман. Они считают, от зависимости их избавила высшая сила. Но при этом добавляют – начинать надо с себя. Если все в наших возможностях, в наших руках поменять эту жизнь вообще на самом деле, чтобы не было войн, не было болезней, вот это всего. Если каждый об этом задумается, то и мир начнет меняться. Эту простую истину когда-то понял и Вадим Дайнека, ныне один из руководителей организации «Здоровый город». Когда после 14 лет употребления наркотиков, инвалид второй группы по дуберкулезу, он поставил крест на своей жизни. Я понял, что я просто остался один. Ну и действительно, мне осталось очень короткое время, чтобы уже умереть. Но внутри меня было какое-то желание, все-таки какая-то надежда. Внутри меня она, я вот сейчас точно понимаю, что она все равно жила. Эта надежда подтолкнула Вадима в реабилитационный центр. Там, в Майкопе, он нашел ее – Елену. Она тоже много лет жила, как в бреду. Новую жизнь они начали вместе. А потом двое наркоманов, которые считали дни до смерти, дали жизнь еще двум чудесным малышам. Давиду уже два, Герману годик. Родители своих детей называют «подарком небес». Для нас это чудо. Это не просто плод любви. Для нас это чудо. Вадим и Елена уверены, они сумеют воспитать своих малышей правильно. Ведь кому как не им знать, что такое плохо. Я, наверное, сейчас больше всего мечтала о том, чтобы мои дети мечтали. И я знала, что эта мечта, она будет их постоянно мотивировать. Она не даст им остановиться. Ну и, конечно же, тот пример, который мы дадим им в своей семье, те ценности, которые есть сегодня у нас, которые мы храним. Оба супруга сейчас работают вместе. Оба супруга сейчас работают вместе. Субтитры создавал DimaTorzok